эй я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую всех самих у дым и мы продолжаем проходить игру к идти по радио закончили мы на очень милом разговоре с и или сам и гансом мы узнали их тут чуть-чуть получше хоть конечно они прям в лицо показывали что у нас у них секреты они хотят нам их раскрывать но как говорится у нас самих рыльца в пушку мы сами расследуем убийство и так далее от них вскрытность так что такие дела и был приятный момент с дорис я думаю на прививке будут показаны именно ганс селиосом так как это просто что-то интересное более приятное но просто поприятнее будет его вдвоем увидеть снова дорис уже у нас получил свое место но сейчас мы будем разговаривать с яковом перед тем как мы пойдем в подвал готов идем яка включил светильник и слишком спешишь тебе настолько хочется поскорее всего знать и она хмурился чего он хочет нам надо торопиться боишься что потом не успеешь выспаться я скрестил руки на груди мне давно хочется спросить и всегда был таким извительными числа почему вдруг разговор пошел об этом и тянешь время яков нам пора идти не хочется поговорить с тобой разве это странно мои руки невольно опустились о чем яков выдвинулся к шкафу и провел конец кончиками пальцев по торчащим бумагам и вы факты что такое торчащим бумагам потом вернулся а потом вернулся ко мне тебе не кажется что ночью мир как будто меняется что ты имеешь ввиду ночью кажется что все возможно и ты выглядишь не так подозрительно как это бывает утра о чем бы ты ни говорил яков ты приходишь к тому что я подозритель ну что правда то правда яков задумался а ты знаешь почему я так делаю возможно ты слишком часто обо мне думаешь яков улыбнулся вероятно он оценил мою шутку я решил воспользоваться его хорошим настроением не хочешь нарушить одно из правил мне кажется это мы и собираемся сделать я другом яков поднял брови а ясно мире расскажи мне о мире о нем нечего рассказывать он прямо за окном а чтобы его понять нужно внимательно глядеть со стороны по сторонам тогда задам и вопрос по-другому что-то о нем думаешь конкретно войне а я ее ненавижу мне не нравится что я вынужден в ней участвовать яков отвел взгляд война приносит множество разрушений но я не могу сказать что она бесполезна благодаря ее свершень свершится истории меняется мир а еще мне интересно как идеология управляет сознанием людей и как же она ими управляет а ты не замечаешь я бы не сказал что у вас единое мнение насчет мирового мироустройства это потому что мы тут не очень долго а долго а долго где в казарме на войне или где-то это там еще яков сущурился и жили он что-то заметил я сильно сделал безразличное лицо конец он покачал головой как думаешь почему началась война вы с врагами что-то не поделили нет нему нам особо нечего делить кроме этого яков стучал указательным пальцем по голове я неудумевающе поднял брови мозг мозга почти идеология нас разделили разные идеи о будущем мире кстати говоря это довольно очевидно это сразу заметно тут знаешь такие с навиаторы прям новаторы черно рубашечники но как это можно так назвать черно рубашечники которые желают прям обмануть саму смерть и есть старообрядцы который там за церковь за духовный скреп и тому подобное я буду надеяться товарищ начальник не притянет меня за то что такие аналогии провожу на чем-то даже схоже с нашим обществом только тут это немножко если немножко развернуть то получается именно такие сторонники того что у нас уже есть на договориться господство рынка что не надо ничего менять все самоустроиться вы сами себе жизнь портите как говорится и против но против них стоят такие же так скажем монстры нас по правде кстати говоря левых также превращают в монстров которые желают только все украсть экспроприировать и тому подобное мы реально являемся изгоями и такими же черные чернорубашечниками чернорубашечниками которых так скажем прям превращают в диванюк ну в некоторых странах по правде но если говорить честно по повсюду просто с меньшей или большей отдачи лан так ладно хвост так я что заговорился объясни это пожалуйста не буду почему тогда заговорил об этом надеялся что твоя голова сама сообразит ну кстати говоря тут он прав ну блин ну значит мы ни хрена не видим что вокруг у нас мы не изучаем мир вокруг тут яков честно говоря его так скажем недомолвки они даже имеют смысл здесь это можно понять и самому ну я имею ввиду да историю нам никто не рассказал мы не являемся там сторонниками и религии где там все таким вот хоть и сказочным но отчасти хоть каким-то языком объясняют ситуацию в мире то здесь просто все объясняют плакатами из-за этого блин тогда это значит такая палка на двух концах мы получили очень мало информации с этих плакатов и очень мало информации от людей так что и полную картину не можем сложить у меня есть несколько предположений какие же я вздохнул собираясь с мыслями с вами что-то не так не так ров пристрелили спину но она осталась жива разве такое возможно яка промолчала мне показалось будто он очень хотел что-то сказать я прав и же тоже это видел мне нельзя говорить с тобой на эту тему них собака почему указ командира я сжал руки в кулаки недавно ты вполне охотно отвечал на мои вопросы сейчас прикрываешься указом командира мои ответы тебе ничем не помогут подожди немного а я пока обдумаю как безопасно всего всего рассказать тебе правду я напрягся правду о чем обо всем придется немного подождать но я обещаю что помогу почему потому что мне нужны твои воспоминания зачем думаешь у них есть что-то важное не только для меня твое появление отношения с вагнером кажутся удозрительными даже сейчас я не до конца верю что ты со мной откровением вот как возможно ты работал на командир еще до своего появления здесь я замер в словах якобы был смысл вагнер сделал меня своим шпионом не просто так скорее всего я был как-то связан с ним в прошлом ну скорее всего да как говорится просто какого-то дурачка не сделают шпионом но зачем это скрывать хотя я же дезертир мог ли вагнер стать причиной моего побега ну как вариант кстати он помог нам сбежать а из-за того что мы по дурости упали и повредили себе голову мы потеряли память и нас принесли ему обратно прям прям его ручки конечно можно использовать наше беспамятство и сделать нас прям послушной марионеткой ну хотя тогда непонятно чем мы такие ценные значит ну хотя по стрельбе если можно понять по нашим навыкам очень хороший солдат и отчасти даже шпион хоть конечно мы иногда тупим знатно но хоть что-то делаем так что отчасти можно эта теория кстати крайне протоподобные я тебя задачу ничего в голове не прояснилось лен мне блин яков ты красавчик были мне ладно ладно я начинаю получать не знаю какой-то наконец-то у меня отношение к нему знаете у стала чуть лучше лучше просто нравится как он прям прям как-то так знаешь как слепого щеночка ведет за ручку только как-то за ручку но иногда и отпускает чтобы мы сами ползли к цели направляет наш нужную сторону а уже ползти нам заставляет нас самих нет яков не знает всего не могу прямо сейчас признаться в дезертирстве мои слова заставили бы его по-другому посмотреть на всю ситуацию ладно нам пора идти мы не можем говорить до рассвета согласен иди первым я тебя догоню ну чтож пошлите ну что с я кого мы поболтали интересный разговор прям приятно окна кажется больше нам не а ну да ольга нка мы будет не будем а везде уже пустовато так что давайте наконец-то поперлись а на складе есть кто нет никого тут ну что ж значит давайте пошлите яков я здесь и когда-нибудь спускался туда в одиночку разумеется и не раз что ты там делаешь иногда выполняю указание командира иногда эту туда по своим делам по своим делам нема такой любопытный ли не мы такой любопытный яков ставил ключ замочную скважину двери с громким скрипом отворилась только после вас мистер шпион она галантно указал на дверь я хмыкнул уступаю очередь черед тебе как хочешь я к пожал плечами спустился на три ступеньки я следовал за ним для предосторожности он заперся нами дверь что ж вперед погружаемся подземелье внутри зарождался страх меня пугало не мрачное подземелье ответы на вопросы которые я мог там найти кто знает какими они будут и кто знает к чему приведут тоже интересно что так такое спрятано под этой земли по 2 подвале было холодно и сыро гулкая эхо наших шагов звенела в ушах и уносилась ждать по проходу вышли недолго спустя несколько поворотов перед нами обе по обе стороны коридора оказалась решетки карт да они очень красиво все выглядит тюрьма навстречу неторопливо шел охранник но вот и яков добрый вечер разве сегодня ваша смена пришлось занять пост эдвард отправился на переделку переделку будут ноги ему менять вот как что с рад за него надеюсь после этого он не будет чувствовать себя лучше после этого он будет чувствовать себя лучше а ха 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 да да вот тебе еще переделывают ноги вы киборги ну как киборги скорее эти просто какие-то мутанты мутанты а вот это только чё а вот это только черт знает извиняюсь за старое выражение прицепилась зараза никак не отучусь охранник рассмеялся ты знаешь правило яков мне нужно разрешение от командира вагнера я похолодел черт где нам его взять в отличие от меня яков сохранял спокойствие сейчас он сунул сунул руку во внутренний карман жилетки через секунду вытащил сложенную вдвое бумажку в этот расход не приз не просроченная разумеется нет можете проверить дату охранник беззлобно хмыкнул и уткнулся в протянутый яковом документ затем поднял голову и заглянул на меня стало не по себе этот мальчишка с тобой чего он так на меня таращиться он у нас недавно поэтому еще не привык мы пойдем у нас много дел яков аккуратно вынудила вы вынул разрешение из рук охранника и снова спрятал его за жилеткой охранник кивнул за и зашагал в конец коридора скрывшись за дверным проемом что это было ты про охранника это колман обычно здесь сидит эдвард и не просит никаких документов я про разрешение откуда ты его взял яков еле слышно прошептал это подделка что ну как тебе удалось тише его услышат заключенные я порой одалживаю у оливера ключ от кабинета командиры и подделывают и под и наведываясь туда чтобы сделать себе разрешение у меня есть несколько пустых балла бланков с печатями а подделать подпись для меня вообще ерунда зачем ты сюда ходишь это большой секрет я покачал головой выходит и мошенник раз используешь в отдельные документы ага а ты соучастник а какой переработки говорил колбом без понятия наверное кто-то из заключенных взбунтовался и оторвал бедняги эдварду ноги разве такое возможно яков пожал плечами это просто одна из моих теорий я не верю что ты ничего не знаешь о переработке эльга тоже употребляла это слово когда говорила о их погибших врагов от телах погибших врагов о ты выбрал не лучше место чтобы меня отсчитывать слова переработка местный жаргон она означает что-то вроде лечения у тюремщиков весьма своеобразные лексику я не поверил казалось яков хотел отделаться от моих вопросов и сказал первое что пришло в голову скорее ну разумеется он ничего не скажет я надо было отбить его мы шли по коридору из-за решеток на нас смотрели измноженные глаза пленник тот из заключенных их покашливал другие протяжки запели и в этом зыбком молоча не почти почти физически ощущалось уязви уязвленная гордость я боялся смотреть на них мне было стыдно идти под по эту сторону клетки чувствовать осуждающие взгляды на своей униформе униформе их врага ну во первых как говорится дул товарищ уж извини уж ой подожди секунду поливья нечаянно нажал на кнопку в одной из камер я заметил человека прислонившегося к решетке он смотрел нами на меня с едва заметным оттенком узнавания и ты не обращая внимание я послушно шел рядом с якова по центру коридора и старался не отвлекаться и ты который пониже подойди сюда заключен он мне я тебя знаю подожди это тот бородач это тот бородач из другой части подожди получается нам показывают события из прошлого я так понимаю когда мы переходим за сторону этих до сторону детей которые по другую сторону с этими с религиозниками так скажем они именно получается это прошлое для нас это является прошлым так не повезло ему блин он потерял жену детей потерял так еще и в плен попал вот ему не везет дружище три слова резанули слух и всем телом я всем телом разве развернулся к заключенным у тебя лицо знакомые не уходи якоб потянул меня за рукав даже не думы ничем хорошим это не закончится он меня знает это только на словах на деле он хочет тебя придушить они нас ненавидят не ведись на провокацию а я вот и выбор знаете что знаете что я вот думаю во первых мы решили прям идти по пути верности так скажем пути верности нам нужно максимально заработать от них доверие мы это сделали еще мы могли вообще послушайте подслушать командира его разговора и провалить задание тогда я узнал что при выборе того когда мы подслушать хотели мы задание бы провалили и нас бы отчитали за это и я думаю и в этот раз лучше остаться с яковом чтобы проявить ему как говорится что мы ему доверяем я понимаю что это не другие товарищи если другие товарищи ему очень больно от нас скрывать а яков довольно без эмоциональны хоть и как говорится он игриво нам отдает кусочки какой-то информации чисто так самые такие не сильно важные чтобы мы слишком сильно вперед не продвигались но что-то дает так что лучше у оставаться при нем и к тому же я сомневаюсь что от этого товарища можно что-то интересного я не знаю вот по поводу этого выбора я не знаю по поводу заключенного что он может нам рассказать знаете давайте нафиг пофигу мы в предыдущий раз отказались от этих всяких авантюр так что останемся с яковом и дальше говорите я вас слушал они это надзиратель не даст мне кое-что сказать не мы идем он хочет запудрить тебе мозги вот видишь заключенный почесал бороду я поежился от его пристального взгляда мы пошли дальше почему они ненавидят вас вы такие же люди как и они почему нельзя относиться к ним по человечески а лучше кормить например позволять мыться яков резко остановил и также быстро повернулся ко мне отчего я невольно от прям он выглядел весьма рассерженном самом деле почему бы нам не устроить здесь курорт лишних звуков нет звуков нет толстые стены прекрасная защита от нападения не пояснищий ты понимаешь что я имею ввиду нет не понимаю него с какой кстати мы должны заботиться кучки недоумков которые нас ненавидят любить их в ответ как напасть на в заповедях нет здесь другие идеалы почему они нас ненавидят они вас ненавидят потому что мы лучше самом деле чем же я как прислонил губам палец загибая палец а прислак яков принялся загибать пальцы наша армия лучше вооружена мы не голодаем не тратим время на молитвы физически сильнее словом во всем думаешь неужели агитацию убила в тебе всякое сострадание выходит ваши солдаты настолько легко поддаются трейсировки ну блин вот такая вот неоднозначность самое интересное вот тут именно черные отступники показаны какими-то бессердечными совсем бессердечными а вот почему-то у этих религиозников у них там как говорится они это более милосердные как будто бы не неси чушь нема дело не только в этом ты ничего не знаешь они сами решили голодать это их протест гордость вера глупцы согласись расскажи мне все яков злорадно улыбнулся нам надо идти не будем терять время мы пошли дальше а я то и дело посмотрел на я кого пытаясь понять о чем он думал а мы пару минут блуждали по коридорам а потом остановились у двери это она как-то узнал проходил здесь неоднократная дверь эта дверь находилась прямо под кухню как ее открыть без понятия ясно очередная загадка обычная трещина внутри ничего нет что это штукатурка двигается ее можно вытащить о а вот и таймер а вот и когда вы кодовый замок наверное чтобы открыть дверь нужно вести пароль но какой именно есть что то есть странные символы я где-то их видел так подожди у нас что у нас есть вообще в наличии что у нас есть в наличии паром помпом трампом помпом рантому помповом работаем а полого трампом помпом так подожди трампом помпом помпом так давай смотреть и что это означает здесь что это за загадка такая это за горючкой g означает 6 это 2 и 2 так давайте считаем так это 2 и 2 этаж какая-то штука похожая на 6 это единица так это четверка это пятерка это шестерка это семерка это восьмерка котик это девятка так что это означает бак это минус 2 умножить на 2 а мне кажется дожди сколько чисел тогда выходит раз два три 4 5 а сколько в кодовом замке цифр сколько там код в код в коде может быть цифр как там цифр может быть дожди 5 цифр получается по факту 5 цифр я понял я понял давайте решим эту загадку так давайте попробуем сколько тут уравнений да тоже 5 так за колючка плюс g минус 6 так за колючкой gg это 6 это 1 а что это за колючка означает кстати g это 6 а это единица что означает колючка это 33 минус что 3 минус 3 минус 3 минус 3 минус 3 минус а плюс шеи это 6 3 плюс 6 8 дожди 3 а что это 6 до 9 и минус 8 получается я не ошибаюсь до до 8 получается минус 8 первая цифра 8 так запишем блин блин жаль меня нету листка так 8 8 8 8 так это двойка и две двойки а что это за коричка означает 8 8 я помню 8 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 схода узнать 8 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 так тут 8 а эта восьмерка минус 2 это шикарючка это 26 так ну получается это 8 минус 2 это 6 у нас будет и умножить на 2 12 8 12 или подожди а что это дожди либо я что-то совсем одурел либо что white так лан давайте-ка я сейчас отойду на секундочку понемножку поразмышляю а потом вернусь так друзья я разгадал наконец-то смог решить за это долбанное уравнение а то мне ничего не складывалось нормально так вот вот 8 что нас получилось это 484 теме тут 9 и 2 это у нас 9 и кошечка это 9 кошечка это девять до кошечка это делать 847 2 если я ничего не буду дать попробуем виси 847 а подожди 847 847 подожди оклад давайте еще раз посмотрим уравнение на всякий что-то у меня выпало из головы да у меня такая память 8 4 8 4 7 9 2 8 4 7 9 2 8 4 7 9 2 а наконец то честно говоря паса вот этот вот если говорить честно то вот если мы заглянем вот сюда вот сюда заглянем но вот вот это вот уравнение чертова но и вот это вот уравнение фигово она все не давалось мне никак нормально но все не хотела мне даваться постоянные проблемы у меня были с дерьмом дерьмовом уравнение как и пытайся постоянно вот с этим вот не получалось никак нормально решить и вот это вот я не знаю я пытался но 4 не знаю очень долго выходила я пытался вот кучу времени вот еле-еле только сейчас нащелкал для вас конечно это секунда мне пришлось довольно долго голову ломать потому что не знаю хоть примеры в нем простые и почти три цифры я легко угадал а вот две последние мне просто нормально не хотели даваться рядом что-то щелкнуло и дверь открылась отлично нужно двигаться дальше наконец-то я смогу осмотреть тайную комнату видишь нема ты справился с этим без моей помощи разумеется может ты впрямую мне чем кажешься наверное мне следует больше за тобой наблюдать если тебе это нравится то пожалуйста нема входи уверен в этом месте найдется много интересного я шагнул вперед ну чтож а уже мы это знаю мы уже следующая серия да я такой гадина я решил остановить на самом интересном месте на самом интересном месте я и остановился на самом интересно есть и я остановлюсь надеюсь всё вам не терпится следующей серии мы уже узнаем что же будет в этой чертовой секретной комнате ли мы наконец-то узнаем правду всю правду об и может быть и об убийстве об вагнере почему нами манипулируют и возможно вообще все прошлое узнаю конечно сомневаюсь потому что если все раскрыть на этом какой-то получается по счету третий эпизод сейчас идет факт это третий эпизод 4 впереди который я так долго ждал и впереди 5 я думаю все секреты приберегут где-то под 5 возможно только в четвертом где-то все более-менее под раскроют ладно надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите или дизлайки пишите комментарии критикуйте предлагайте игры потому что я все читаю и добавляю в список скоро выйдет интересная новая игрулька которым не порекомендовали будет интересно и заценить нестандартная но я думаю интересны заглядьте в описании или в комментарии комментарий там будет комментарий со всеми ссылками уже рабочим так как в описании благодаря youtube у меня больше ссылки нормально просто работать не хотят вот такие вот прям неприятные дела приходится вот так вот мучиться из-за их хрень из хри и за хрени который творит youtube собой ну и минутка сама рекламы прошу вас перейти подписаться на канал на мой рутуб канал подписаться также есть в описании и в комментариях будет ссылочки приходите подписывайтесь так на всякий пожарный если что-то с канала случится ну и на основной этот youtube канал тоже подписывайтесь потому что наша семья должна продолжать расти несмотря на все хрени которые нам творит youtube и мне приятно и вы первыми будете узнать о видеороликах а то неприятно что это нас подписан только где-то 55 это только 40 где-то процентов или 50 процентов человек смотрит наш вопрос наше видео без подписки а это как-то не очень приятно и с вами конечно же не прощаюсь скоро увидимся